Открытое субтитры на портале iWatch и с вами я Дмитрий и мой гость Воронов Юрий. Как вы знаете, существует проблема, когда человек вроде бы был здоров, родился здоровым, жил и потом с ним случается как-то напасть, ненастье и можно сказать, все переворачивается с ног на голову. И человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, порой не может самостоятельно из нее выйти и начинает злоупотреблять алкоголем, вредными привычками и вплоть до гибели это происходит. Но я хочу вам сказать, что у нас в студии молодой человек, совсем еще юный, которым тоже приключилось напасть, но он не опустил рук. И что с ним произошло и как он сейчас и чем занимается, он вам сейчас расскажет. Юрий, расскажите о себе. Ну что рассказывать, не сейчас, а мне 22 года, хост. Девчонки? Занимаюсь спортом уже на протяжении пяти с лишним лет. Пяти с лишним лет. Юрий, давайте сначала мы, чтобы зрители были в курсе, что, в общем, кто вы такой, что с вами произошло, расскажите, что с вами случилось. Ну, в тот момент было мне 9 лет, это был 2003 год, осень. Уликаясь катанием на поездах, в один момент я сорвался. Достаточно распространенная, да, травма, то есть мы знаем, что люди, мальчишки, совсем еще юные, да, хулиганят и катаются на поездах. Ну, это не хулиганство, это экстрим. Для меня я так считал. Ну, а теперь вырос, в мозгов, как говорится, подобрался и теперь уже есть. Я понимаю, что это была большая ошибка. Ты сорвался и попал под поезд, я так понимаю, да? Да. Ну, в данный момент у меня, в принципе, я с этим уже все как бы приравнялся, я не думал о плохом, только смотрю вперед-назад, не обворачиваюсь. В принципе, я не то, что как бы научился заново ходить, я научился не то, что ходить, я научился бегать, плавать и все. Езжу на машине, как бы в этом нет общения. Юрий, сейчас мы это все дойдем и по порядку все, да? То есть, вот ты попал под поезд и можно у тебя спросить, что ты в тот момент почувствовал и кто с тобой был рядом, кто тебе помог, в общем, выйти из этой ситуации, не опустить рук, как многие. Ну, я там всегда, как были, так и есть, так и надеюсь, что и будут это близкие друзья, друзья детства по-другому. Ну, вот, в принципе, они тогда меня и спасли, но я думаю, то, что без друзей здесь ничего не обошлось, как бы они поддерживали и поддерживают, так же это родные и близкие люди, семья и так далее, родственники. Мама, папа, да? Да. А что ты думал в тот момент, когда вот с тобой приключился этот вот срыв? Ты, наверное, как и все, да? Мальчишки хотел стать космонавтом, я не знаю, там, быть там дальнобойщиком или там еще каким-нибудь. Хулиганом хотел? Нет, это было настолько уже давно, это и назад, когда все это произошло, примерно, ощущения, даже те ощущения, которые, ну, которые были, когда это все произошло, и уже даже, ну, вспомнить не помню. Ага. Даже если это хорошо произошло. Но, тем не менее, ты какой-то период времени проходил реабилитацию, я так понимаю, да? Да, где-то в течение полугода. И потом, ты, сам ты из Красного ведь? Нет, из Островского. Из Островского. А учеба у тебя развивалась в этот момент как? Ты в школу ходил? Нет, в школе обучение было сначала, а потом уже к концу года учебного я начал ходить в школу. Я сказал, что я не хочу здесь сидеть, мне в школе веселей, там, как бы, и народ, и все, дома сидеть. Не твое, да? Было жестко, да. Это, на самом деле, правильно. Вот. И потом, как твоя жизнь развивалась вот с того момента? То есть, ты закончил школу, как я понимаю, да? Да, я закончил школу, поступил в Кострому учиться. В Костромской колледже бытового серии с вами. На электромонтера, как бы, закончил. Хорошо закончил диплом четвертого разряда. Диплом нефтерка защитного. Да, молодец, красавец. Вот. И я вот еще дальше вот развиваю эту историю, да? Вот что тебе на тот момент, вот я тебе еще раз спрашиваю, почему ты не надломился? Почему вот... Хотя, ты какой-то поставил перед собой цель, там, или что, вот, чтобы не отпустить рук? Я вот еще раз говорю, что многие опускают руки и не знают, как дальше жить. Я еще раз могу повторить то, что рядом со мной всегда находились мои друзья. Все равно смотря на них, то, что они везде прыгали, лазали, я не хотел отставать, я не хотел оказаться каким-то там, грубо говоря, усердным. Вот, я тоже равнялся на них, и тоже везде вместе с ними же так же прыгал, лазил. Вот, в принципе, залог твоего успеха, да? То есть, почему ты не сломался? Ну, да, конечно, что это большую роль твоей сыграли. Скажи, пожалуйста, а чем вообще вот ты... Цель-то ты ставил перед собой, правильно? После этого. Вот. И, говоришь, пытался заниматься едет, и не оставать друзей, и увлекаться всем, чем можно. Вот. И я знаю, вот, видим мы все с вами, уважаемые телезрители, что на столе у нас очень много-много-много-много-много наград различного уровня, да? Сам Юрий у нас сидит в майке сборной России. Юрий, расскажи, что это за награды, где завоеваны, какие самые высшие, ну, и, в общем, вот так вот по порядку давай. Хорошо. Ну, тогда вернемся, потому что я был в интеграционном лагере труда и отдыха «Белый дельфин». Как раз я с Дмитрием там познакомился, который дал мне на пусте заниматься у них спортом. Это прийти итог, что сейчас, как называется, Армановский революционный центр. Вот, я обратился в Армановский революционный центр в 2010 году, полосени это было. Начал ходить заниматься на тренировке. Тренер меня там, который увидел, пригласил меня к себе в другой зал уже заниматься, заниматься обрестлингом. Я начал заниматься, был там большой перерыв. Практише, что пять месяцев, так как была проблема, попал в больницу, на операции. Потом, в принципе, я пришел за два дня, за два месяца реабилитации, уже сам для себя ходил, как можно, три раза в неделю, а уже ходил там четыре-пять. То есть, тебя спорт завлек, да? То есть, тебе очень... У меня завлекло то, что там можно перебороть себя, как бы смотреть на тех ребят, которые уже долгое время занимаются. Там, например, те же самые большие грузы обнимают, и ты подходишь и стараешься тоже хотя бы не настолько, ну, там, к примеру, не 80 килограмм, а 60 даже взять, когда они смотрят. У тебя играют, молодец, молодец, нам поправляют, это уже, как бы, есть какой-то стимул. Тем более, там были уже подготовлены, была подготовка к соревнованиям, и первое соревнование, это был чемпионат области по анвестлингу, он проходил в городе Мерихта, где я боролся среди мужчин и занял второе почетное место. Вот, потом была большая подготовка, тренер во мне увидел искру, что ли, и направились мы с ним, потом уже на перерывство России. Вот, как раз, и кунгалька в первое соревнование России, это тоже второе место. И уже после того момента я уже сразу помню, что два, на каждую сборную, сборную России на одной весовой категории, есть два места. В эти места, ну, занимают те, которые занимают первое, ну, первое, второе место, золотое и серебро, а бронзе уже, она как-то уже, если что-то отказывается, я их на соревнованиях, то уже берут и бронзе. Ну, и танк поуменьшающий, как говорится. То есть, вот это одни из первых твоих наград, да, в спорте? Нет, это не самое первое, первое это было тоже 2010, в октябре, я ездил, я ездил, я ездил, я ездил, я ездил в этот, в Сочи, в Адлер, на фестиваль спорта. Я даже не знаю, если эти медальки, я тогда выступал в Дарце, ну, так же дешевый атлетик, то есть, ты пробовал из себя в различных видах спорта, да? Да, очень пробовал. В принципе, и больше всего по душе тебе армрестлинг все-таки. Ну, нет, почему, сейчас уже есть другие виды спорта, которые тоже обохновляют. Ну, еще давай поговорим с тобой про амспорт, да? Я знаю, что, слышал точнее, что ты, помимо первенства России, да, участвовал и в чемпионате мира, первенстве мира. В чемпионате мира, да, ты уже был мне 18 лет, это был 2011 год, ну, и приглашали также на первенство Европы, но мы с тренером поговорили, решили это, как бы, поотложить, не поехать, а найти инокопедейник на первенство мира и сесть, да. Ага. Ну, как бы, поехали. Это все проходило в Казахстане, в городе Алматы. Вот. Расскажи вообще об эмоциях, о чувствах. Отличаются ли соревнования, да, наши областные, всероссийские от того, что творилось на первенстве мира? Конечно, например, наши межоригинальные, которые все равно не проводятся, грубо говоря, по-другому, мы привыкли называть это областные, да. Это одно, там, здесь одна публика уже все знакомая, рядом такие ребята, то, что, ну, кругом все друг друга знаем и так далее. И контингент, как бы, поменьше всего. А уже когда на Россию, уже даже на всероссийский едешь, там уже больше народа, это, грубо говоря, со всей России приезжать, это уже больше экстрима, это уже грамот, пишите, отриссять. Я представляю, это просто, есть такая высказка, то, что некоторые сверстники спрашивают, а вы перед выступлением волнуетесь, вас трясет, они не имеют, все подохло, но я уже крыл. Не, никогда, я столько на многих соревнованиях был, я только где уже не был, вот. И зависит всегда, когда перед любым выступлением, даже здесь, на области, когда ты знаешь, хочешь соперником бороться, я узнаю, то, что я вот сейчас, ну, он слабее меня, то, что победа уже моя, все равно выходит, все равно это сердце уже волнение. Ну, это, наверное, правильно, да, то есть волнение, оно придает какой-то заряд эмоций, адреналин выбрасывает в кровь, который, наверное, и помогает, да, все-таки добиваться каких-то таких результатов высших. То есть, если все спокойно, мне кажется, то может что-то пойти не так. Да, я полностью согласен. И не зря, да, нельзя быть самоуверенным, да, говорят, нужно быть уверенным просто в своих силах, но не самоуверенность, которая расслабляет и расхолаживает. Да, согласен. Вот, и дальше вот возьмем, мол, это уже меньше. Нет, мы сейчас еще не закончили с тобой, что же было-то на чемпионате, на первенстве мира-то по армрестлингу, расскажи. Вот, если мы как-то к соревнованиям уже идем, да, вот, например, международные соревнования, там уже, больше ажиотаж, это, можно сказать, высшая точка пика, следующая точка, это уже Олимпийские игры, но, к сожалению, спорт у нас не включен пока что в Олимпийский вид. Ну, я думаю, что когда-нибудь его включат. Я не за горами, я надеюсь, что это будет, и я там буду. Большая надежда у меня. Вот, и что у нас было в Казахстане? Мы приехали, все расселились, я гонял вес, потому что не убирал свою силу категорию, но весело категорию до 65 килограмм, с ростом 1,8. То есть ты, ты очень интенсивно бегал, ходил в баню, или... Нет, нет, нет. Нет, такого не было? Просто голодал, да? Я не крушил, я не пил воду, я пил свежевыжатый лимонный сок, там чуть кефирчик, кабананчик. Я лежал очень тепло одетый под двумя одеялами, под двумя пледами, и это все было в номере происходило чисто. И в итоге, Юрий, расскажи, что же там ты завоевал? Я там завоевал, например, вот на правой руке, а на левой, сначала боремся на левой руке, потом уже в ход идет право. На левой руке вот у меня как раз вот эта медалька моя серебра. Уважаемые зрители, вот эти вот большие медали, Юрий говорит, что как раз, да, с первого стилю мира в Казахстане. А вот это вот уже золото, это второй день, борьба была более ожидающая, потому что у нас как, у нас как-то сборная России, она между собой стучковалась стучками, и там все общались, естественно. В Казахстане, что мне понравилось, то, что там ребята, которые пришли просто в дворец, болеют за свою команду, они там включали как раз у меня финальный поединок, был, у меня, я шел без проигрыша, и со мной вышел Казах, у меня был один проигрыш, как раз он боролся со мной, он вылетел во второй тур. И потом уже тоже, когда я сел, ну, бороться, когда начинали, борьба начиналась, вся была, была большая поддержка со стороны сборных Казахстана, друзей и так далее, они кричали. И когда просто-напросто в один прекрасный момент в этом спорте, ну, большинство, наверное, в спорте требуется то, что это умение техника, ну, и сила тоже. Единый прекрасный момент, я хорошо вышел на технику борьбы, единственный прекрасный момент, просто-напросто я его очень хорошо понимал, зажался, что я просто мог всего какое-что угодно сделать. Вот, и когда я просто удержал, просто, ну, я удержал даже, я не знаю, я терял процентов сорок своей силы. Вот, ну, даю ему наболевое место. И в тот момент как раз поддержка была от подборной Казахстана, друзья очень большая, давай, давай, давай. И просто в этот момент ты здесь была, давай, давай. Я просто думаю, ну, ладно, хорошо, да, вот. И дал, да? Да, я выиграл, как бы, и тогда очень большое удивление было со стороны спортсмена-тренера, там, со стороны сбора, то, что они удивились, как так. Молодец. Ну, вопрос такой, да, у меня такой, может быть. Вот скажи, пожалуйста, вот я знаю, что Елена Нисанбаева, допустим, она накрывается флагом Российской Федерации и сидит, что-то тебе там шепчет, тем самым настраиваясь. У тебя есть какой-то способ, который ты бы мог сейчас зрителям рассказать, как нужно настраиваться на подобное соревнование? Я не знаю, помогает это, нет, но, в принципе, после то, что я делал, вот сейчас я вам расскажу, я никогда без наград не уезжал. Когда есть открытие соревнований, всегда с командой России, там, не то, что Россия общается в любом месте, команды стоят в своей сборной, изучить, понимая флаг Российской Федерации, при этом звучит гимн Российской Федерации. В этот момент я стою в стройке смирно, как бы, правую руку ложу на сердце и напеваю про себя это гимн, и закрываю глаза. Все равно это как-то уже вдохновляет. Придает заряд энергии, да, наверное? Да, и потом уже хочется, как бы, показать не только себя, на что ты способен, но и доказать своему даже тренеру то, что тренировки пришли, не нам так. Уважаемые зрители, я думаю, начинающие спортсмены, и спортсмены уже действующие, попробуйте, может быть, и вам поможет вот такой вот метод, да, настраиваясь на соревнования. А еще я вам хочу напомнить, что у нас работает интерактив, где вы можете задать свои вопросы на портале iWatch или в группе ВКонтакте «Открытая студия». Юрию и он вам, в принципе, с любезностью все расскажет, что вы спросите. Поэтому давайте, задавайте скорее вопросы. Мы их через некоторое время прочитаем и ответим вам. Юр, в общем, армрестлинг, да? Но я так понимаю, что ты, говоришь, много еще пробовал. И здесь медали не только саму спорта, да, но из других видов, ты говорил, дартс, еще какие-то виды. Вот у тебя что за статуты, пожалуйста, расскажи. С статуты я уже так приходил с собой. В 2013 году как раз это, да, в 2013 году было награждение. Это не один год как бы подряд, а несколько лет подряд. Это было то, что я участвовал в конкурсе. Ну, я там лучшим спортсменом года, потому что очень много где езжу и занимаюсь призывами там. И буквально в том году как раз тоже был вариант конкурса, областной конкурс «Спортивный год» 2013. Вот номинации «Тренер года» как раз мой бывший тренер, это Наталья Смирнова, которая тоже является теперь чемпионкой мира. Пару спортов. Да, пару спортов. Она тоже очень много времени находила в сборной, она пыталась, выиграла Россию в центральный федеральный округ. Вот, потом я же у нее занимался тоже вначале. Потом уже как-то, когда она уже готова, сказала, что все, последний год нужно выигрывать. Я ей тоже помогал советами и все это. Ее тоже, она оказалась в ряда, как бы, лучший спортсмен года. Себя прописала в конкурсе и меня указала своим тренером. Вот. Ну, я уже как бы три года с лишним работаю тренером. Ага. Ты еще занимаешься и легкой атлетикой, да, я слышал? Да, занимаюсь легкой атлетикой. Мне не нравятся технические виды спорта. А на этом можно тоже к этому как бы учредить. То есть, зрители, наверное, сейчас, наверное, не особо понимают, да, как, мол, человек, который, ну, попал под поезд, да, без ног и занимается легкой атлетикой, да. Но это, объясни, это, наверное, специальная группа, да, своя категория на чемпионатах. Да, конечно же. В легках просто некоторые люди, когда думают, слышат слово легкая атлетика, они разумевают в этом бег, прыжки. Нет, а легкая атлетика – это такой спорт, который, он сильно развит, это и прыжки с шестом, и в высоту, и в длину, и с места, и с развега. И также бег, включая, также включая технические виды – это толкание ядра, метание диска, метание копья. Все, два года я выступал, готовился, я выступал стоя, я толкал ядро 6-килограммовое, копье металл 800 граммовое, и также диск 1,5-килограммовый. Это ты где выступал? Это было в Чебоксарах. На чемпионате России? На первенстве России? Это было на первенстве России, на чемпионате России. Там, наверное, все собраны, да, сливки, так сказать, паралимпийского общества по легкой атлетике? В этом году как раз мы ездили, я удостовался, 4-5 месяцев. Вот, а почему, я не знаю, может, был не сильно готов, конечно, к этому. Вот, но все равно, ребята, которые выигрывали, например, в моей категории, там, например, были олимпийские чемпионы и уже сборники. Грубо говоря, как я потом узнал, что сборная России была на первенстве. То есть, ты, участвуя наравне со всеми, да, с олимпийскими чемпионами, чемпионами мира по легкой атлетике, ты для себя что-то новое подчерпываешь в виде, как они выступают, какая у них техника, что они делают? Да, конечно же, замечательно, например, на дикой технике, и потом же, так же, и есть разговоры между собой, тоже разговариваем, и это уже все равно, ну, там, кто-то что-нибудь подскажет, или, а, в общем, все будет. Отлично. В общем, и это, уважаемые зрители, я так полагаю, что это и это еще не последний вид спорта, в котором Юрий выступает. Я слышал, Юр, что ты участвовал в 2013 году на ЦФО по горным лыжам, и тогда тебя еще назвали, так скажем, по-доброму, а безбашенным. То есть ты без страха, без чего-либо там, да, с большой, ну, расскажи вообще, какая там гора была, вообще, на самом деле это не страшно или страшно, что ты в этот момент думаешь, то есть, дай вот советы какие-то. Ну, тогда расскажу с самого начала, так как, например, у нас в Костроме тоже появятся пары под пакеады зимние, Пал Кириллович поставил меня на горный лыжик, попробуй, если получится, сейчас, интересно, все нормально, будешь тренироваться и поедешь. Я говорю, ну, ладно, хорошо, я спустился два раза, не употреблялся, ну, нормально, 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 потом мы ездили на тренировке в Шакшу, я сам катался, ездил в Клёс, тоже в Шакшу-Клёс, тренировался, приехали, все отборы тут, все, врачи допуск ставят, я радостно все поперечный, все прошел, все хорошо, все, пару дней уезжаем в Ежес, приезжаем в Ежес, это сутки на дороге, на автобусе, полный автобус, улыжников, горнолыжников и так далее. Мы приезжаем, и просто, когда нас перевозят уже наше место, это было нечто, это высота горы 140 метров, продолжительность полтора и два километра, ну, разные спусты, и еще там было вроде, ну, грубо говоря, у нас, ну, трасса была у нас, у нас шилевая, как километр, ну, я отличился, я отличился уже, самый, это специальный славный зал, это самая сложная дистанция. А скажи, пожалуйста, это вот эта вот трасса, которую вы вам подготовили, которую вам предоставили, она чем-то отличается от здоровых, то есть, или здоровые спортсмены по такой же трассе абсолютно спускаются? Там есть, вот, например, в Ежевске, это единственное место, где можно покататься, не главное, там подъемники, все обеспечено, все. Мы, как вот спортсмены, да, инвалиды, мы сюда приезжали, мы также тренировались, подготовились, ну, мы, Костромские ребята, уже это отдельная тема. Мы, как приехали, например, первый день, я катался с Малого Гор, чтобы привыкнуть, ну, это уже на второй, на третий день, это уже была большая, наши гарантии наступали, это уже было, она была уже подо мной, это было все хорошо. А также люди, которые приезжали, не было такого разобрали, чтобы там закрыли курорт этот, этого не было ничего закрыто, люди приезжали, было отдельное время там, у них было 5 часов достаточно, это после обеда, вечер, до вечера, мы катались вместе, тренируемся, здоровыми ребятами. И тогда ты занял, говоришь, второе место, да? Да, второе место. У меня было два четвертых, и у меня было второе, и, в общем, по-моему, это вот эти. То есть, есть кем и стремиться, да? То есть, почему же не первое? Спросим. Ребята более подготовленные, скорее всего, потому что люди больше умеют, как бы, ну, техника тоже, значит. Я даже сейчас до сих пор, потому что не езжу на Гор на Куле кататься, я прохожу дистанцию на более, короче, и, ну, собираюсь делать на более, короче, и более уклонные от ежек, более круче. То есть, сложные трассы ты хочешь? Нет, я никогда не сложный на себе, наоборот, и прочее, не для себя. Это по времени еще больше. Ну, если только лишь повороты заходить, это быстрее передвигаться, чтобы скорость была, чтобы не добавить, чтобы время, все же, на время же проходило. Вот, я помню, когда первый день выступления, когда я прошел, проходил второй раз, показывали скорость, я помню, то, что первый раз я проехал, понимая, то, что там отстаю и сократил еще больше времени, дистанцию, как бы, по времени, я проходил, у меня плечо проходило, а пот из тигуры где-то, все снизу, право плечо, но так же дело, когда я живу в сенситет на Куле, это уже рядом, я почти что, грубо говоря, ложился, я даже помню один раз, просто на плече прокатился. Ну, как бы, не упал, ничего, я просто прокатился, я обугливался. В общем, достаточно травматичный вид спорта, горные лыжи, и все-таки тебе, вот, давай сейчас остановимся, зрителям, чтобы, зрителям, в какой вид спорта тебе все-таки ближе, и в каком виде спорта ты планируешь все-таки дальше развиваться? Ну, можно же так же остаться, я же еще и лыжами гонками занимаюсь. Ага. Зимой для себя интересно выйти прокатиться просто так на лыжах, а уже под вечер, там на стадионе, либо днем после, ну, не знаю, там даже выходные, просто выехать за город куда-нибудь по лесу, прокатиться, это тяжело, как дышать, это прелесть. А профессионально? Профессионально я уже пробовал на чемпионате России, как бы, ну, в десятку призеров я попал, но это после этого, последствия были со спиной проблемки, вот, ну, можно здесь на боссных полуступать, но дальше... А для себя, для себя, ты все-таки на каком виде пока останавливаешься? Вот, профессионально я занимаюсь? Ну, я, как бы, занимаюсь на любом бейбе. Ну, понятно. Останавливаться на одном, как бы, неинтересном для меня, это действительно неинтересно, потому что это, например, даже если заниматься только лишь и днем, если я буду там постоянно, я хочу чем-то, быть занятым. А можно ли, допустим, распыляться на несколько видов спорта и достичь в нем вот максимального результата? То есть в каком-то одном, допустим, копать на паралимпийские игры, выиграть золотые? Или нужно все-таки, на твой взгляд, сосредоточиться на каком-то одном виде и уделять, чтобы достичь максимального результата? В зависимости от человека, я не могу сказать, я за себя могу принять то, что, я не могу на одном виде остановиться за то, что, например, если заниматься тоже, грубо говоря, одним армрестлингом, это каждый год, ну, круглый год, тем более летом у нас перерыв, три месяца. Ну, это бездействие, потому что, если сеть будет где-то бездействие наедине, как просто сидеть дома, чем заниматься, мне неинтересно. То же самое, например, зимой же, можно же заниматься армрестлингом, пожалуйста, я могу заниматься, ходить же, отрабатывать технику, я могу просто на армрестлинге себя загрузить очень сильно физически, по легкой атлетике сходить в следующий день, как-нибудь один раз в день, в неделю точнее, отрабатывать технику по легкой атлетике. Уважаемые зрители, мы сегодня говорим о том, как не опустить рук, когда с тобой происходит беда, случается трудная жизненная ситуация. И вот, Юр, скажи, пожалуйста, вот спорт, это эффективно в средстве реабилитации, когда человек, становящийся инвалидом, попадает в трудную жизненную ситуацию? Я не знаю, просто так даже, если ходить, кричать, вот я спортсмен занимается спортом, мне это помогает и так далее, каждый человек себе ищет не станет. Это, если он хочет заниматься, он будет заниматься, если он хочет заниматься, ты можешь его уговорить часами, днями, годами, он будет проводить. Это уже зависит от каждого. Ну, тем не менее, вот тебе спорт помог реабилитироваться и состояться в жизни, правильно? Да, конечно. Поэтому я думаю, что можно посоветовать все-таки заниматься спортом. Еще вот такой вопросик у меня касательно спорта. Ведь существуют проблемы, да, в спорте? То есть при подготовке, при... Да, есть же проблемы, это, например, нехватка инвентаря, либо это старый инвентарь, который напишешь, что... каждую тренировку ремонтируем. То же самое нам кричат все, занимайтесь, давайте продвигайте нас, продвигайте Кострому, обувь, показывайте другим. Ребята показывают, если вам приняли. Где мы будем показывать, когда нам только решили многое пара, как этики только лишь выделили. В этом году, прошло уже три года, и вот на четвертый год выделили только большой зал, где мы можем действительно работать хотя бы, как-то тренировать технику. Это уже нехватка. Проблемы все-таки есть. Да, проблемы есть. Даже проблемы с продвижением того, что ездить на какие-то либо соревнования высокого уровня. Ты хочешь, ты готовишь, ты живаешь, и просто-напросто там, грубо говоря, за сутки, за два дня тебе говорят, вот, извините, ребята, мы не нашли денег, нас диспансируют, и в тот же момент сидишь и думаешь, блин, как так? Создается общий календарь на все мероприятия, эти мероприятия были указаны. Вам же должны были выделить деньги. Ну, и меня нет. Я думаю, что все равно все в принципе с каждым годом улучшается и улучшается и материально-техническая база и финансирование. Улучшение-то есть, да. К примеру, это было уже заметно, как мы сидим делать, как мы будем с нами. Это по финансовому. Вот. Уключение в спорте, то, что вроде как докупаются, обновляются, новые ставятся, например, выделили. Это уже хотя бы зал спортивный, видимо, для жены, это легкой атлетикой. Это лучше. Ну, как бы все-то начать, начинается, все возрождается, все улучшается. Ну, и еще вопрос, да, касательно, наверное, трудностей. Ведь тоже эти спортсмены, да, с ампутантой, как будем так говорить, все равно у них, чтобы показать высокий уровень результатов, это, наверное, нужны спортивные протезы, да? Спортивное приспособление. Ну, да, конечно, это... Тоже в этом проблема есть, да? Например, у нас в Костромесе это очень большая проблема, которую можно решить только в Костромесе. Куда я собираюсь я фантазировался, это в немецкий филиал компании Antobok. В Костромесе фатеризированные я не хочу фантазироваться больше, но когда, грубо говоря, у меня в исходность пришла одна отступная немецкая, которая же, Antobokовская, когда я прихожу оформлять все документы, даю, вот он докажал, оформим все документы, мы его, через две недели говорят, вот мы вам одобрили этот ремонт, ну, для замены ступни, потом мне призвали, через неделю говорят, приходите, мы вам не будем. Если вам, вам заказывать эту ступню, ее придется очень долго ждать, так как у нас нет финансирования, и потом, через пару минут перезвонят, говорят, может вам сделать еще новую фантазию, а не вы дешевые, чем она дает. логика, я не могу понять, потому что, как бы, у меня стоит она дорогая, она стоит 80 тысяч. Вот у нас, извини, что перебиваю, есть несколько вопросов от телезрителей, которые сейчас нас смотрят, значит, это вот от Андрея, позвольте, я зачитаю, да, это, у певца Григория Лепса есть песня, в ней строки самый лучший день заходил вчера, для вас лучший день это и наступил ли он или еще впереди? Это такой вопрос, размышленный, можно об этом думать часами, был ли он, либо не был, либо будет. Я, к примеру, могу привести пример, то, что это, например, после какой-нибудь большой покупки нового автомобиля ты просыпаешься один день, засыпаешь, думаешь, блин, все-таки купить бы, его оформить бы, объездить бы наемность и день просыпаешься, а он уже у тебя, ну, как бы, уже прошел, ты уже оформил фото, и все равно просыпаешься, ура, он мой. То есть, то есть, локальный, да, такое, то есть, то есть, при достижении этого самого лучшего дня, то есть, мечты своей, ты все-таки ставишь новую мечту, да, и думаешь, что это все еще будет впереди, самый лучший день. И все, дальше вопросы задаем. Опять же, Андрей, я знаю, что у вас есть или была команда учеников, их успехи, это и ваши успехи, как тренера, как тренера. Да, у меня, это, также есть команда, которая тренируется, это, я также, это по обрестлингу, обрестлингом, заниматься, так же, как и девочки, так же, мальчики, вот, у меня разнообразие, там, все, надо, тоже спорт. Ребята, ездили в том году, в этом же году, они ездили на первенство России, достигли вторых, третьих местов, у него места уже приездили, и мне очень было радостно тем, то, что трое из этих ребят, которые ездили в этой команде, которые приездили, там, вторые, третьи места, они чисто занимались у меня, они пришли, первые задания, они занимались чисто, не знаю, потом, где-нибудь пошло, пошло, потому что, все равно, тот же момент, когда они перешли к другому, тренирую заниматься, насчет вопросов, поддержки, они обращались, все-таки, ко мне, и когда, первенства России, они приехали, у нас было первенство, первенство, и чемпионат области, они проходили, в Караваево, в Академии, и когда, вот, ребята, трое-то, я сказал, Юр, спасибо тебе большое. То есть, ты гордишься, тоже, успехами своих, воспитанников, да, и испытываешь чувство гордости за них. Да, конечно же, есть то, что, ну, не зря работал, не зря были убиты часы тренировок. Да, Юр, еще вопросы, 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 да, уважаемые зрители, давайте, задавайте больше вопросов, видимо, опять же, Андрей спрашивает вас, Юрий, расскажите о поездке в Сочи на паралимпиаду в качестве зрителя. Ну, что же сказать, я очень рад, что удостоился этого момента, чтобы туда, например, съесть и увидеть, как говорится, в очередь, все. Это было круто, это реально было действительно очень круто, когда ты ходишь и находишься рядом со теми спортсменами, которые достигли самой лучшей точки в спорте, это когда ты стоишься рядом с паралимпийскими чемпионами, это действительно просто захватывающий эффект, если даже вспоминать об этом, даже, грубо возьмем, открытие, это все... шикарное, оно грандиозное было все... Да, это все красочно, там салюты прямо в здании, это все вообще... ну, эффекты очень крутые были. Что, что ты чувствовал в этот момент, когда ты видел вот это вот открытие... Я просто сердце замерло и все. Это было настолько действительно, это было все здорово, и я просто понимал то, что... А чем я хуже? Можно жить. Допутаться, чтобы сидеть уже не на трибунах, а находиться уже на трибунах. Вот, Юрий, мне тоже сейчас интересна эта тема, на самом деле, про Сочи, про паралимпиаду. Я вот как зритель только мог видеть с экранов телевизоров, это тоже открытие, да, то есть соревнования, расскажите вообще об инфраструктуре, как там все было налажено, что, значит, для инвалидов как было это все приспособлено, какие условия, значит, что запомнилось, что в новинку все это было, может быть, что-то, что сейчас у нас нет. Даже возьмем вот, сейчас где-то это среда реабилитации, да, по всем этих городам доступного. Да. Вот. Например, в Сочи, когда там уже было оформлено то, что там будет реально, действительно будет проходить паралимпиаду и паралимпийские игры, там уже начало все переделаться, там начало все перестраиваться, все пешеходные тротуары выложены специально плиткой для слабовидящих. Вот. Все светофоры установлены на звуковые сигналы для слабослышащих людей. Также, грубо говоря, это подземные и надземные пешеходные переходы, установлены лифты, подъемники специальные для людей с нарушением планирования двигательного аппарата. Проходили, например, волонтеры, было хорошо отмечено, что были очень слажены, очень хорошо работали волонтеры в Галентинском парке. А что они с вами делали? Они проводили с вами какие-то мероприятия, развлекали как-то вас? Да, конечно же, это везде-то было. Они устраивали там шутки, игры разные. Например, я там устал, они могли вызвать тебе специальное такси, которое я могу с этого месяца забрать и везти их куда-то не нужно. Действовалось все это было хорошо, там очень хорошо работали. Здорово. Блин, жалко, что мы на самом деле я туда не попал, очень хотел тоже в качестве зрителя окунуться в эту атмосферу, потому что, Юрий, это может быть это один раз бывает в жизни, такая возможность побывать на Олимпийских играх. Не исключено, Поэтому, ну ты еще молодой, тебе сколько, 24? 22. 22 года. Поэтому у тебя еще все впереди, еще спортивная карьера большая, поэтому, может быть, мы тебя увидим еще на Паралимпийских играх, как летних, так и зимних, как мы знаем, что ты и занимался и теми-тем видом занимаешься. Еще вопрос, Роман спрашивает, значит, чем кроме спорта ты еще любишь заниматься, есть ли другие хобби? Да, конечно же, есть остальные другие хобби, я как фронтилист, буду ковряться в машине, что-нибудь там сделать самому, либо что-то совершенствовать, либо что-нибудь сломать, его не что чаще ты ломаешь или все-таки чинишь и совершенствуешь? Чаще это усовершенствование и делаю. Знаешь, ну, давай, одно из последних твоих ноу-хау, там, усовершенствование, расскажи, что ты сейчас поставил в автомобиле, что ты с ним сделал, такого, что ли? Например, у меня 8-й урока, ну, среди сотрудников ГИБДД в Костроме у меня съезжу свою прозвищу, это наклейка, потому что вся машина надплеена разными стикерами и так далее. Например, на заднем стикле у меня в крупном плане обрестлинг, написан адрес электронный и вконтакте все ссылки есть. Ну, и так немного разных приколов есть. И по действительности у меня уже сидят стоят сиденья от Honda, Цирика, циклоборьянники передние электрические от Ютьюбиши, торпеда старая низкая самая как-то ретро. Ретро. Вот, ее оставляем, потому что зимой я могу ездить в одной футболке и это очень жарко. Она очень теплая. Очень. Очень. Главное, чтобы у восьмерки не было щелей с машины, которая бы тепло оттуда она нормальная, как бы щелей нету, она вся переварена, поварена. Вот. Пусть я немножко становлюсь, наверное, я когда согнул кольвал на моторе на стандартном. Ну, это произошло, я понимаю, ты, наверное, с кем-нибудь зарубился? Нет? Я ехал в Красное, опаздывал, мне не плохо. С судебным приставом мне штрафовали счета все. Вот. Я ехал разбирался, у них там рабочий день на косар рабочего осталось 20 миллиметров с кем-нибудь раз кем-нибудь но я как-то успел. Окей, ты всем-то не рассказывай, вдруг нас смотрят инспектор ГИБДД, ты сейчас в прямом эфире скажешь, что ты превышаешь, и тебя завтра придет щет. А я думаю, что нет таких людей, которые что-то либо не нарушают в нашей жизни, либо не превышают все равно нужно аккуратно ездить, я так думаю. Не нужно нарушать правила дорожного движения. Всегда. Моше всего. Еще какие хобби. Вот машина, ты говоришь, только ее наклеиваешь или где-то участиешь в каких-то гонках? Была у меня такая идея установить поменять мотор, но у меня эта как бы поушла. В принципе, все запчасти есть, можно было ставить, но я боюсь, что у меня мотор вперед может проехать, который нужно усиливать. Машина уже провела. Машина с 91-го года на вагонах в штате 24-20. На ровеснице можно сказать ты ездишь. Я также участвовал в нашем новом офисе Стопнаркотики. Я с ребятами пропагандист образа жизни Стопнаркотик ездил в автопробег. А что вы делали вообще? Расскажи. Вот что пробег я вам могу рассказать что у меня в Ганнаме участвовал в виде долговой речи ска и в алгоритм ска ехали в ней ретун. Машины были отклеены специальными магнитами. кто-то хотел, они могли наклеить большую наклейку на попоз. Также в каждом машине присутствовало по флагам. Организаторы этого всего автопробега брали все на себя оплаты бензина и коммер по работе. На 100 км давалось 50 рублей на бензине чисто. И потом уже насчет еды давалось 300 рублей на машину. Это как бы всем хватало. Потому что все равно уже кто-то хотел тратить и не тратить и так далее. так же я например сегодня час после студии поеду домой сидеть по компьютерам. Большую сторону народу делает. Я наоборот сейчас прыгну в машину поеду покатаюсь по городу. Кстати на заправку за это отправиться еще можно помыться. Может быть нас смотрит сейчас в прямом эфире с заправки или с мойки. Может какие-то предложения пойдут приезжай к нам и тебя заправим и помоем. за скидкой видеопроцесса. Почему нет? Уважаемые зрители если есть пожалуйста можете сейчас например после этого у нас есть сообщество в Костроме это называется группа сообщество клуб автолюбителей кто как называет бандитами нацих хулиганами и так далее местные жители которые любят из лежащих центром жизни СМОТРА называется СМОТРА сейчас вернемся к этому еще есть один вопрос от Андрея если говорить о машинах где учился и какое управление у тебя? Я учился в ДСАПе как бы научном управлении все сдал все хорошо на ручном управлении нет нет вот тем не главное выучился да конечно я сдал на право с первого раза как бы как помню кричали то что вот этот заваливай туда-сюда не знаю пришел как раз поехал было задано пару вопросов пару там не знаю сказал тут остановись там остановка я просто отвечаю могу здесь замечательно то есть помимо спорта у тебя еще авто увлечение и это Юрий скажи пожалуйста это можно еще назвать одним средством реабилитации если у тебя случилось беда сейчас продолжу то что я могу приехать сейчас мы с ребятами собираемся к беседке это очень у нас 2600 людей это не то что с Костромы из Костромского пусти из ближайших там даже из Иванова есть ребята которые подписаны в тот же момент мы просто с Костром мы ездим например помогаем другим ребятам у нас была и работа с ГИБФДД мы помогали осторожный пешеход у нас была акция которая нас не упомянули потом упомянули только чисто тех ребят которые не стояли не раздавали листовки холодным днем морозным когда там было минус 27 градусов просто были перегушены мероприятия были превышены ребята с юридического факультета из университета Микросова вот и потом они просто-напросто там были из КБТУ я не помню и они просто пришли там подвой сирен под звук автомобиля они просто выпустили шарики и воздух и все и после этого в новостях упомянули только лишь об них потому что организаторами и то что проводили это все проводили эту акцию проводили так лишь мы ребята как бы и смотрю Юрий сейчас пришел очень интересный комментарий хотел у тебя только что перевести тему я знаю что ты помимо того что спортсменов то любитель ты еще и активный тусовщик клуб на жизнь тебя тоже как говорится не проходит мимо и вот сейчас комментарий новый нам прислала Даша спрашивает тебя интересуется Юрий вторая половинка есть у тебя? нет я к сожалению сейчас в данный момент я нахожусь в муниципальном поиске просто-напросто занятость у меня грубо говоря полного малосвободного времени я люблю проводить больше всего времени я либо провожу на работе на тренировках и так далее частые разъезды а девушки не терпят это сразу же убегают потому что я поезжаю как от 3 дней и так и до 3 месяцев ну ты вот заследоваешь для девушек ты романтичный парень? ну ужин при свечах или закатке на берегу Волги можно устроить можно устроить ну да куда? самое главное чтобы не было холодно не было комаров ну я от себя давай спросим все-таки может девушкам интересно куда бы ты вот сейчас пригласил девушку куда бы ты с ней пошел куда ты любишь ходить на свидание на свидание я бы сказал на помолчу я думаю нужно прибраться ребят сейчас был даже в данный момент я просто бы просто даже гулять пообщаться бы пошел бы на набережную а есть такие же прекрасные места то что даже хоть я живу уже в доминках в городе на протяжении 6 лет есть такое же место как же проспект мира вот эта аллея можно сходить прогуляться и набережная и здесь центральная и Патиска монастыря можно походить подышать пока что действительно пока что тепло осень тем более очень удачно погода поэтому девушки кто смотрит Юрий свободен вечером не знает чем занять на самом деле приглашают сегодня суббота поэтому если есть желающие пишите комментарии обязательно после эфира скажу кто что и может быть вы сегодня пойдете гулять вот Юр еще да значит мы с вами с тобой определились тысячи тяж что кто попал в трудную жизненную ситуацию это спортивная реабилитация как вид все таки реабилитация потом авто тоже увлечение тоже как вид реабилитации чтобы не отпускать и вот как я уже сказал что ты тусовый парень вот ходишь по клубам со всеми наравне танцуешь пляшешь веселишься отжигаешь до потери пульса вот вот то есть то есть у тебя нет комплекса да что у тебя вообще нет в этом отношении ты абсолютно уверен в принципе я даже могу я уже ходил по красному ламбушок но народ видит удивляется но потом все равно это причем травма распространена в этом нет никаких минусов и так далее Юрий у нас комментарии подожди то есть я еще раз значит тусовый парень и ребят вот у кого случилась беда да не нужно на мой взгляд я от себя тоже говорю не нужно комплексовать то есть не нужно сидеть замыкаться в своем кругу сидеть дома да ходите показывайте себя в различные общественные места танцуете даже если на вас будут тыкать пальцем да и говорить ха-хау не такой как все посмотри на него не обращайте внимания на самом деле не комплексуйте а смело идите вперед и в этом нет ничего плохого а наоборот вы увидите как люди потом будут к вам тянуться и будут с вами знакомиться и будут получать от вас кайф на самом деле вот два комментария новых Юр значит Андрей спрашивает сейчас мы вернемся немножечко назад в авто тему да Андрей спрашивает в группе смотра я имею ввиду так были ли люди с ограниченными возможностями еще есть в этой группе смотра не знаю мы как бы как как сказать Андрей мы относимся к этому буквально по простому языку к нам приходят ребята они с нами знакомятся они с нами гуляют они с нами ездят катаются веселятся отдыхают вместе же с нами и все никто как бы не сматриваться тоже очень мало очень мало народу знают что у меня например такая проблема с ногами очень мало кто-то уснает если недавно просто ребята один из ребят узнал да ладно что глаза на лоб вылезли не может быть такого он сильно удивлен как бы мы не приносим к этому большое значение и если даже он если хочет он прийти в гости поздороваться познакомиться с ребятами сказать супер класс давай отлично Андрей пожалуйста свяжись с Юрием он тебе скажет где группа собирается в какое время и в принципе можешь приехать и попустить с ребятами познакомиться поближе следующий комментарий даша спрашивает я думаю я думаю что он тебе ответит и уже в частном порядке и вы с ним судите и номер телефона и дальнейшее ваше общение с ним так ведь значит опять Андрей пишет вопрос значит Юр нет нет туда практически ага он интересуется спрашивает значит когда ты сдавал на права были ли еще люди с ограниченными возможностями здоровья он у него тоже ограничение ДЦП и вылили с такой категории насчет этого я не знаю это нужно идти уже непосредственно в больницу общаться с сотрудниками ГИБДТ допустят и там автошколь расспрашивают и так далее в принципе я просто знаю то что например с моим нарушением да люди уже ездят есть ездят например пример был Андрей Сироп Юзны вот в принципе вот мы учились вдвоем в группе у нас было как раз я и мой друг Кирилл Фугин у меня пытаться ноги выше колено и как бы он тоже сдал ездит на автомате и как бы все хорошо в принципе да Андрей сходи мой тебе тоже совет сходи по месту жительства в поликлинику проконсультируйся с врачами могут ли они тебе дать допуск медсправку о том что ты можешь обучаться на права и потом уже думаю если с этой справкой ты придешь в школу по обучающему вождению то не будет проблем и вопросов то есть я думаю что и машина найдется и приспособят ее под тебя к сожалению по нашей консерванской области только лишь одна автошкола которая имеет право есть лицензия учить это ДСА потому что Андрей я тоже сдавал на права да если ты сейчас смотришь нас и тоже пришел в школу они сказали проходи врачей если врачи тебя допустят то в принципе не будет проблем и ты сдашь у нас все будет нормально поэтому первым делом иди к врачам ну в принципе Андрей сейчас прокомментировал наше высказывание да то что посмотри то что он может прийти то есть он согласен приехать познакомиться с вами с вашим сообществом смотра и пообщаться то есть он за то чтобы дружить то есть поэтому Юр свяжись тоже с Андреем после эфира переписку посмотрите то есть не посмотрите скажите в общем и обсудите все вопросы когда и как поможете можем нет ничего страшного просто ну тоже грубо говоря там выходили часто вот ну и вот смотри третий вид то есть мы с тобой определили что твои советы это спорт то что тебе помогло это тебе помогло авто то что тебе помогло еще это все-таки показать себя в танцевальном культурном мире да то есть в тусе так сказать еще есть какое-то направление которое бы ты посоветовал зрителям которые попали в трудножительную ситуацию что еще вот советы так скажем от тебя да я думаю то что самый большой совет это будет для самого себя к примеру того то что посмотреть на других людей и просто задуматься чем выходит чем выходит или так далее чем ты ходишь ни чем ты такой же человек ты тоже можешь ходить там и сюда что не можешь но ты же все равно можешь как-то каким-то либо образом передвигаться при помощи других можно же так же завести себе друзей в соцсетях там списаться объясниться вы бы говоря вы уже все что о себе думаешь какая у тебя проблема и так далее если это хороший человек он отдаётся можете приходить в гости он может сходить с тобой гулять и это уже все решит нужно двигаться ближе к народу я так думаю то что нужно передоливать себя и все-таки двигаться 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 и то есть уважаемый интересный совет да закругляться времени уже много наш эфир длится поэтому хочется тем более сегодня в субботу выходные сегодня да 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 можно потусить скоро футбольный матч интересный да спартак зенит поэтому да 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 поэтому уважаемый напоминаю что сегодня в гостях у нас был Воронов Юрий человек с ограниченными возможностями поэтому вот вам личный пример стремитесь и у вас тоже все получится Юр тебе спасибо за то что ты пришел к нам в студию приходи к нам еще будем рады тебя видеть тем более увлечений у тебя много и планов я думаю что и спортивных еще соревнований будет в жизни все впереди есть о чем поговорить что обсудить ну и подытоживая я уже несколько раз это подытожил по реабилитации что нужно делать по совету Юрия и поэтому хочется всем сказать огромное спасибо с вами была открытая студия на портале iWatch смотрите нас вконтакте и на портале и на портале